Ну вот после того, как уже мы решили уезжать, съездил я в село, в деревню, то есть в Калиновку съездил, там немного побыл. Сразу с работы ее не отпускали, то есть пришлось мне пойти в школу еще, то есть в школу, ну в третий класс я пошел еще там в Никополе. Начал учиться в школе и буквально проучился месяц в третьем классе и дали разрешение маме на то, чтобы можно выезжать. Мы собрались и поехали сюда, в Горький. Приехали сюда, на Стрелке были дома стоят, они сейчас там стоят такие дома, красные такие вот. Да-да-да, где Булгаи там что-то. Да, в этом, в одном из этих домов жила мамина сестра, тетя Римма. То есть уже мама Володи, да? Да, мама Володи. То есть она жила как раз, она вышла замуж и жила там с мужем, как раз вот в одном из этих домов. Помню, мы приехали и, ну где остановились? Остановились у них, жили буквально несколько дней у них. Потом ездили в Зержинск, именно к тете Римме. Ну а потом, значит, собственно, видишь, что устроиться негде, маме пока, и жить тоже негде. Жить там у тети Риммы, там у них одна комната всего, и у них жить только можно было остановиться. А жить тоже у Зержинске, у тети Анфисы тоже, она в то время еще в бараке жила. Тоже одна комнатка и длинный коридор, как у Высоцкого в песне. И куда деваться? То есть со мной что-то надо. Со мной надо было определяться со школой. Но связалась она тут как-то, съездили мы, поехали в деревню Цедень. Дедушка был, бабушка. Ну и они сказали, что мы приехали туда, можно сказать, со всеми, как говорит, своими вещами. Бабушка с дедушкой говорят, все оставляй, Геннадий, у нас. Сама давай езжай там, может быть, временно у Рима поживешь, может быть, там у Фиса поживешь, уставишь на работу. И уже после этого будешь определяться именно со мной, забирать или не забирать. Ну и получилось так, что она уехала, я остался. В деревне основной? Да. Перед этим, значит, мама сходила, у нас была школа, вот на горе школа была, ты помнишь, там школа была? Нет. Где Крылов дяди Колик, там... Я не помню. Не помнишь, да? На горе, значит, прямо на самой горе была школа построена, добротный дом был, я не знаю, кому он там раньше принадлежал, а потом этот дом передали школе. Вот. Ну а она сходила к учительнице, а учительницы там у нас были с первого по четвертый класс. То есть одна учительница, один класс, ну и все учились, значит, по рядам. Первый класс, второй, третий, четвертый. То есть все учились в одно время. Она всем преподавала, всем классам сразу, значит, сначала с первым, например, классом, второй класс, задание дает, третье задание, четвертый класс задание. То есть учились именно вот таким образом. Ну, мама пошла, договорилась с учительницей, взяла, были документы, то есть она перед этим из школы забрала документы мои в Никополе, отдала их ей. Она говорит, хорошо, приходите, я, собственно, приму его. Ну, и вот я пришел, можно сказать, где-то уже в ноябре месяце. Ты говорил, у тебя языка русского, ты по-русски вообще не говорил. Ну, да, да. Ну, в том-то и дело, что как раз когда я приехал, я же всегда говорил на украинском. Украинский почему? Потому что обиход, общение среди своих ребят на украинском, в деревне, в селе на украинском, в школе на украинском. Русский это так просто как второй язык, чтобы знать, вот, а все время украинский. Ну, и я, конечно, когда пришел в школу, я начал учиться, конечно, меня никто не понимал. Почему? Потому что я на русском-то там иногда говорю, а все равно с украинским акцентом, или иногда употребляю обиходную речь украинскую, а не русскую. И, ну, учительница там, конечно, за голову не схватилась, но начала меня поправлять и учить. Учить? Каким образом? Она стала давать мне журналы детские, мурзилки разные были, пионеры, потом еще, помню, какие-то там журналы такие маленькие, детские, она сама выписывала все это. А она жила буквально через три дома от нас. То есть вот был такой кирпичный красный каменный такой дом, как в деревню въезжаешь с переулка, и вот всегда этот дом, но сейчас его сломали уже. И вот она там жила. Жила, она там, можно сказать, снимала там комнату, ну да, комнату снимала. И в нее было полно-полно литературы. И вот я, это она мне давала, все эти детские журнальчики сначала, и я увлекся чтением. То есть начал читать, начал читать на русском языке, больше украинский я начал забывать, но все равно, он, как говорит, оставался в памяти иногда, когда вот на улице гуляешь уже, отвлекаешься от русского языка, начинаешь говорить на украинском. Познакомился с ребятами, которые там же в этом школе учились, другие там, девчонки были, гуляли там вместе, катались на лыжах. Вот. Ну, когда я приехал, я никогда не мерз. В то время как раз были очень сильные морозы, там до 30 градусов доходили морозы, но для меня эти морозы вообще как-то не существовало мороза. Я мог ходить в курточке леркой, я мог, ходил всегда без варежек. Вот. Руки у меня всегда были горячие. Все ребята всегда удивлялись. Как так, я вроде хожу без варежек. Ну, мне тут дедушка там или бабушка, не помню кто, купили пальто зимнее, купили шапку зимнюю, вот. Ну, и само собой варежки, но варежки я всегда носил в кармане. Вот. Дедушка сделал мне, уже наступила зима, кататься мне, ребята катаются на лыжах, там самоделки разные или где-то купили, вот, небольшие там эти лыжи. А у меня лыж не было. Тогда дедушка пошел в лес, вот, там срубил дубок небольшой, расщепил его, и из этого дуба сделал мне лыжи дубовые. То есть они вот такой толщины были, они вот до настоящего времени были, я их только буквально, вот, наверное, в прошлом или позапрошлом году, году только вот, можно сказать, разрубил на дрова. То есть они у меня лежали на чердаке. И вот на этих дубовых лыжах мы катались с горы, вот с горы и до пруда. Вот, вниз туда. Да, вниз, но гора большая, вот, иногда и падаешь, иногда. То есть вот научился, можно сказать, кататься на лыжах. И вот на лыжах я скатываюсь без варежек, без всего, потом беру лыжи в руки, вот снимаю, там не застежки, только просто были ремни, вот, вставляешь в валенки, и беру их в руки, эти лыжи, и, как, можно сказать, палками, и вот, поднимаюсь в гору. Вот. Ну, для всех ребят это было там, вот, всегда удивительно, как-то, я вроде бы приехал с юга, и не боюсь мороза, и никогда не мерзну. Вот. То есть это вот для всех тогда было как-то непонятно. Ну, привык, начал вот учиться. Я сначала вот закончил там третий класс, уже в деревне, в Цедень. Одновременно вот стал вот читать эти книги, стал разгадывать кроссворды, посылал эти кроссворды даже в эту... Газеты? Да, в редакцию этих газет и журналов. Даже в мое имя там, ну, как быстро разгадавшему вписывали. Ага. Вот. Ну, это меня воодушевляло. Вот я все больше стал читать, читать. Ну, и, само собой, стал учиться очень хорошо. То есть четвертый класс, когда я учился уже в четвертом классе, я уже, может сказать, чуть-чуть там отличником был. То есть отличался от всех деревенских ребят. Ага. Вот. Своими там знаниями, своими там уже, может сказать, нормальной российской речью. Ага. Вот. Ну, в деревне, само собой, жизнь по-своему была уложена. Не как именно там мы жили где-то на Украине. Там было уже своеобразное. В это время, когда я жил в деревне, значит, у бабушки с дедушкой была последняя дочь, Нина. Ага. Она была у меня младше на 4 года. Ага. То есть туда же привезли вот сестру Володину, Люсю, Людмилу. Ага. Ну, она была, помнишь, ты там, может, ее видел. Ага. То есть Людмилу привезли. И привезли, вот, тетя Фиса привезла старшего своего сына, Вячеслава, ну, который потом умер. Ага. Мы с дедушкой жили всегда именно, вот. Ага. Ну, в основном все мы всегда спали на печи. Ага. То есть печка была, может быть, ты помнишь. Ага. Вот. Мы все забирались на печку и всегда на печке спали. Ага. Построил даже не, ну да, не отец, даже, можно сказать, дед построил моего дедушки. Ага. То есть он был построен где-то вот в начале века. В начале, то есть где-то 900 какой-то там, 3-й, вот, там где-то вот такой вот. Ага. Вот. Потому что дедушка родился в 6-м году, дедушка Евстафий. Вот он родился в этом доме уже. А, уже в этом доме родился. Да, уже в этом доме родился. И поэтому, то есть он был построен прадедом. Ага. Вот. И почему прадедом? Почему? Потому что отец моего дедушки в это время воевал. Был, это, во время войны, значит, революцию делал. Ага. Ну, а потом расскажу про именно про это. Значит, его фамилия была на Зимнем выбита. Ага. Фадеев. Фадеев, да. Фадеев Александр Александрович. Ага. Вот. Он был. И, ну, своеобразная жизнь была. Вот мы четверо ребят, которые младше меня, вот, за которыми тут нужно было, как говорят, и уход, и все. Дедушка в летнее время всегда уезжал, он работал на ипподроме, здесь, в Нижнем Новгороде, ипподром. На проспекте Ленина был ипподром. Не на Гагарина? Нет, на Гагарина это уже потом, уже после того, как дедушка перестал заниматься. А первоначально ипподром был на проспекте Ленина. Ага. Вот. Дедушка летом уезжал тренировать лошадей. Почему? Потому что он был наездник первой категории. То есть был третий, вторая, как мастера, там, мастер спорта был. То есть это как спортивное было. То есть наездник первой категории был. То есть первого разряда, так будем говорить. Ага. И он, ему давали лошадей, собирал он сам лошадей, именно вот от ипподрома. Ему давали разрешение на то, чтобы набирать лошадей по областям. В основном в Нижненском районе он всегда брал лошадей. И потом тренировал этих лошадей и делал выездку на ипподроме. То есть соревновался с другими. Ну вот он уезжал всегда, летом, даже весной он уезжал сюда, в Нижний или в Горький. И здесь до осени находился. А мы все, то есть бабушка, мы, ребята, всегда были в деревне. А бабушке одной, ну, представляешь, надо было и огородом. Кроме этого она иногда задействовалась и на стельхозработы какие-то. То сено косить, то убирать, то убирать свеклу, то зерно молотить, то еще чего-то. То есть какие-то сельские работы, колхозные работы привлекались не только именно, можно сказать, работники, но и те, которые уже были в возрасте. Ну а ей в то время уже, она была с третьего года рождения, бабушка тогда, вот, дедушка с шестого, а она с третьего, старше его была. То есть ей было уже там 50 за 50 лет, но тем не менее все равно ее привлекали, и не только она там своим огородом занималась. Кроме этого надо было натаскать воды. В то время водопровода не было проведенного, как сейчас, вот проводопровод на улице проведен, и со скважины вода подается. А были под горой колодцы. Колодцы. Да, и вот ведра были большие, по 12 литров, каждое ведро не 10, а 12-литровые всегда в ходу были. Надо было натаскать и воды, то есть надо было, ну, ведер 10 в день принести воды. На коромыслие обычно носили, но я потом на руках носил, так тренировался, больше на коромыслие. То есть я сам таскал, ну, привлекал, когда иногда, и там этих, там, Люся там, и Нина иногда, они там с маленькими, если ведерко ходили. Слава там тоже с небольшим ведерко ходил, он тоже младшего дня был на 4 года, на 3 года, вернее. Вот. И, значит, так вот получалось, что надо было мне, основному, помогать бабушке. Помогать и по огороду, и по саду, и там убирать, и сено. Иногда там ходили вместе с ней, утром она будила меня, например, в 3 часа утра, ну, не ночь, а утро уже расцветало. Вот. И мы шли там где-то в лес или там в луга, где именно косили траву. Ну, привлекались мужчины больше для косипы, а собирать сено, собирали женщины и ребят. Вот, привлекались для этой цели. То есть она будила меня, утром вставали, там, завтракали и шли для того, чтобы помогать убирать это сено для колхоза. Потому что в колхозе в то время было около ста, наверное, коров, около 70-80 лошадей. Значит, был, были тракторные, можно сказать, подстанции маленькие, там эти, ну, были трактора, машины были, все было. То есть несколько деревень объединены были в Балдин колхоз. А все, что в колхозе производилось, это куда все шло? Это все было в общий котел колхоза. Колхоза. Да, а потом все это распределялось и давалось. То есть, например, на каждую, там уже определяли, сколько там намолотят зерна. Намолотят зерна, например, надо было сдавать государству, надо было оставлять на посев именно на следующий год, надо было себе оставить. То есть, и потом раздать населению. На какой проработать государству сдалось? На каждый трудодень, то есть, ты проработал, был трудодень. Было полтрудодня, было 0,25 трудодня. То есть, сколько ты работал, столько тебе там записывали, бригадир был, который вписывал, сколько ты работал. Например, там, Фадеев или Фадеева, там, Павелко. Значит, работал весь день. Значит, ага, весь день, это трудодень назывался. Ну, и вот, согласно именно тому, сколько ты там наработаешь этих трудодней, трудодней тебе давали именно от колхоза. Например, два мешка зерна, два мешка картошки, там мешок свеклы, там помидоры, огурцы, там, ну, все, что выращивалось в колхозе, то, что выращивалось, ну, всем распределялось. Ты тоже работал, да? Да, я тоже работал, тоже там зарабатывал трудодни, вот, в летнее время. А здесь лучше было, чем в Украине, наверное, да, в плане еды? Да, в плане еды, конечно, здесь, именно в деревне, было лучше. Здесь у бабушки, значит, была корова всегда, значит, был теленок там, выращивали, потом на мясо там забивали, значит, были овцы, там, 5-6 овец было, было, держали всегда поросенка, было там около 30, там, кур, держали, там, не всегда, но держали гуси, гуси были, ходили сами, потом возвращались назад, вот. То есть, в плане еды, осенью дедушку там колол, там, спинью, например, поросенка, вот, и все это, в кладовку, помнишь кладовку там, где они-то, да? Вот, сверху были крючки, и на эти крючки в зиму, то есть, дедушка забивал в зиму уже мясо, чтобы оно не, это, не таяло, потому что холодильников не было, или в погреб там склали, погреб на лед, то есть, набрасывали снега в погреб, и там образовалась корка ледяная, и вот на эту корку клали, как на холодильнике, или вешали в кладовке на крючок, вот, чтобы мыши не погресли, вот. И уже бабушка потом приходила, отрезала там кусок, варила, там, суп, в щи, там, не знаю, что там, все, вот, но не борщи, борщи бабушка не варила никогда, в щи, в основном щи, там, мясные, там, эти разные супы, вермишели, там, прочее, прочее, не просто даже похлебку, вот. Вот, но именно вот эта жизнь была такая в деревне, все, что можно было, все именно учитывалось, учитывалось до последнего дерева в то время. Помню один раз, значит, ну, как мне было, я был где-то, уже где-то в пятом классе учился, вот, вот, к нам пришли инспекторы, инспекторы, не помню, с какой, с налоговой, или еще с какой-то инспекцией, и стали считать, сколько у нас кустов смородины, сколько кустов в саду, вот. То есть надо было иметь определенное количество кустов смородины, определенное количество деревьев. А если больше, то что вырубал? Вот у нас, помню тогда, крыжевник из смородины, у нас было больше кустов, я не помню, на сколько, то есть буквально на три или на четыре куста было больше, чем положено было по норме. Бабушка дала мне топор, и они там писали пока какой-то акт в доме, а я пошел вырубать. Значит, вырубать эти кусты, вот. Ну, правда, после меня я один куст вырубил, а сказал, что все вырубил. Вырубил куст, пришел, говорю, я все вырубил. Ну, вроде пойдут проверять, никто не пошел, не стал проверять. Ну, и вот только один куст вырубили. Но вот это вот тоже самое мне запомнилось, что какой-то идиотизм был в то время, что нельзя было иметь больше, чем положено. Там одно-две яблони, там, например, там два десятка вишен, деревьев, там слив, если сколько-то определенных, определенные кусты смородины и черный, там, красный, там, или крыжовник. Если больше, все вырубаешь. Иначе или платишь налог. То есть это все безналоговое было, а это платишь налог. Вот такой идиотизм. Вот мне запомнился на всю жизнь. Ну, пока я, собственно... А школу-то у тебя, ты же потом еще в другую школу был. Да, но дело в том, что школу, школу я четвертый класс здесь закончил, и нас перевели в школу выездное. То есть вот выездное, мы приезжали от выездного, на окраине выездного, значит, грязновка между нами была, то есть сначала цедень, потом выездновка, потом выездное. То есть вот так вот. И сколько километров до выездного? Ну, если именно вот я мерил, на машине мерил, значит, от дома до школы было вот шесть километров. Это на машине, если ехать через грязновку. Шесть километров. А напрямую? А если напрямую, то это получалось где-то километра четыре с половиной, может быть. То есть мы шли, обычно ходили напрямую. То есть что такое напрямую? У нас деревня на горе и под горой. И вот там, где вот дядя Коля живет, Крылов, да? И вот мы спускались вниз. Ну вот, если летом там по тропинке, если зимой на лыжах, вот, спускаешься вниз, потом идешь вдоль оврагов, потом поднимаешься в гору, значит, там вот так вот идет зигзагами разные эти горы, поднимаешься в гору, потом опять потягиваешься и тихонько, сплавно спускаешься именно до, минуя грязновку, напрямую до выездного. Вот. Вот там была школа. Там школа была до седьмого класса. Ага. Вот. Ну, седьмой класс, после седьмого класса уже надо было переходить в другую школу. Ага. Это уже в Слободском была десятилетка. Ага. Ну вот, нас перевели туда, в эту школу выездновскую. Вот, я стал ходить туда, в эту школу. Стал ходить. И, ну, пятый класс, пятый класс я закончил хорошо, можно сказать, там отричником был, там мне даже книжку подарили за хорошую учёбу. То есть, пятый класс в этой сельской школе, вот, в Язновской. Вот. Всё, вроде бы, никаких приключений не было. Когда я, значит, вот уже перешёл, вернее, да, в шестой, в шестой класс. Не в шестой, а именно вот пятый класс я закончил. И получилось так, что я решил, ну, всегда склонность была именно заниматься каким-то видом спорта. Думаю, дай-ка я буду прыгать с шестом. И я пошёл в лес, вырубил ёлочку, не ёлочку, а сосёночку, можно сказать. Обрубил веточки. Ну, думаю, что это шесть, как с шестом прыгает. Я думал, что она меня выдержит. То есть, я не попробовал ничего.